Филипп Киркоров радикально изменил свою внешность. Король российской поп-сцены сделал круговую подтяжку, поправил форму скул и даже поменял цвет глаз. Но всё ещё впереди, уверяет артист. Вы готовы к потрясению моральному? Певец Стас Михайлов. Блогер Давид Манукян. Зачем звёздные мужчины один за другим ложатся под нож хирурга? Мне вот тут немножко подрезали, так подтянули. И вроде мордочка стала меньше морщинок. Ради чего певец Игорь Наджиев сделал 8 операций на нос? Ходил ей слуху, что я хотел быть похожим на Майкла Джексона. На какие процедуры решился Владимир Лёвкин ради молодой жены? Всё-таки мне хочется с ней, она выглядит совсем стариком. Как знаменитые мужчины сражаются за красоту? И сколько это стоит нервов, денег и здоровья? Исчезли солнечные дни Российский певец Валерий Леонтьев по слухам сделал не менее 20 операций. И теперь фактически не похож на себя прежнего. У Леонтьева было всё. Всё от слова всё. То есть и лифтинг лба был, и блефропластика, и подтяжки были, и нос он делал там, и в чём это делалось всё многократно. В итоге певец стал настоящей антирекламой пластической хирургии и косметологии. Я считаю, что на Леонтьеве многие хирурги осваивали только свою профессию, к сожалению. Мне рассказывали одну историю, что однажды после очередной подтяжки лица у него уши стали несимметричными. И вот чтобы до сих пор этот скрыть, он носит распущенный ус. Звёздные мужчины в погоне за красотой готовы тратить бешеные деньги. И идут на любые риски. Пересаживают волосы, режут носы и натягивают кожу, даже если операция грозит им смертью. Время сила на глаза. Актёр Владимир Долинский в 70 лет решился на круговую подтяжку лица и чуть не умер на хирургическом столе. Десять лет назад, перед съёмками на ток-шоу, Долинский, как обычно, зашёл в гримёрку. Я говорю, ну, девоньки, кто моей мордой займётся? Встаёт одна женщина, красивая такая женщина, лет сорока. Когда подходит ко мне, берёт меня там в грудицо. Да, надо, надо. Я могу заняться. Я говорю, простите, вы гримёр? Нет, я не гримёр. Пластический хирург. Женщина раскритиковала внешность актёра. Морщины, мешки под глазами. Они даже мешали актёру читать. Хирург пригласила Владимира к себе на приём. Буквально через день Долинский уже готовился к операции. Я вот так вот глаза поднимаю, потому что у меня вот нависали эти... Вот эта вот шкура на лице, вот так. Она мне начинает мешать в профессии. Не девкам понравится, а именно в профессии начинает мешать. У Владимира Долинского была выполнена подтяжка лица. Он это не скрывает. Причём у него выполнена достаточно интересная подтяжка лица. Она по методике, которая пришла к нам из Рима. Специальная подтяжка лица, которая выполняется для лысых мужчин. И шов позиционируется достаточно высоко. Во время операции актёр потерял 2 литра крови. А общий наркоз сказался на здоровье. Но Долинский всё равно страшно доволен своим новым лицом. Сняла она мне в общей сложности 8 сантиметров кожи, убрала. Вы у меня не увидите ни одного шрама. Ни одного. Вот здесь вот она в эту мою складку, вот в эту складку, она всё убрала, прибрала туда. Сразу после операции помолодевший актёр получил роль похотливого старика в фильме «Курортный роман». Пожалуйста. Ваша доброта подобна вашей красоте. Жена Наталья, узнав о роли, прямо заявила, «Так вот зачем ты пластику делал? Ради роли ловеласа». Аж не верится. Три красавицы. Владимир Долинский уверяет, если профессия потребует, то он готов снова рискнуть здоровьем. 20 апреля мне будет 79 лет. По существу ещё годик, и я пойду на 9-й десяток. А в этом страшно даже подумать. Ну, отожмусь я, ну, я думаю, больше многих людей там 50-летнего возраста. Популярный актёр Александр Пашутин решился лечь под нож хирурга, когда ему исполнилось 72 года. И тоже ради карьеры. Пашутин вспоминает провал на спектакле. По сценарию Александр играл мужчину по вызову, который оказывает сексуальные услуги. Там девушка спрашивала, мужчина, сколько вам лет? Я говорил, под 50. И зал смеялся, потому что я выглядел, конечно, гораздо хуже. Но всё же, признаётся актёр, он решился на серьёзную операцию только потому, что её предложили сделать бесплатно. Сказали, Александр Сергеевич, вот вы такой весь спортивный, а вот лицо можно ваше подправить, немножечко там подделать. Вот. Причём это, знаете, мы же советские люди. Причём это халява, бесплатно. То есть, понимаете, потому что я знаю, что это удовольствие дорогое. Пашутин считает себя авантюристом. Он не раз соглашался на рискованные мероприятия. Снимался в самых экстремальных передачах российского телевидения. «Форт Боярд», «Жестокие игры» и «Последний герой». Но как светить лицом, если оно, мягко говоря, не первой свежести? Может, потому что я такой старый стал. Вот футболист, он работает ногами. Пианист работает руками. Певец горлом, да. А у актёра, у актёра, главное его, ну, кроме таланта, это я уже не беру, чётки лицо. Какую роль он ждёт? Он роль Гаммельта ждёт или кого? Ромео? Я думаю, по сути, на Ромео уже не светит. Однако 80-летний актёр не хочет выпадать из обоймы. По его мнению, в Голливуде все артисты-мужчины делают себе операции, чтобы подольше оставаться востребованными. Правда, получается, не у всех. Почти все в Голливуде озабочены своей внешностью. Важно подольше оставаться в обойме. В 90-х, после выхода на экраны фильма «Девять с половиной недель», красавчик Микки Рурк стал предметом мечтаний миллионов женщин на планете. Но всего за несколько лет актёр превратился в страшилище. Да, он боксёр был, да, его там боксировали, били лицо ему много раз, разбили, что-то там собирали и так далее. Чтобы вернуть прежнее лицо, Микки Рурк сделал круговую подтяжку, трансплантацию волос, лифтинг-век. Но результат оказался плачевным. Блистательный актёр Микки Рурк, я его очень люблю, яркий такой. Ну, значит, плохо сделали, надо было приезжать к нам в Россию. Ещё одной жертвой красоты стал популярный певец Майкл Джексон. В конце жизни он практически не снимал маску, чтобы скрыть от глаз публики своё изуродованное многочисленными операциями лицо. Когда ты смотришь на себя в зеркало, ты доволен собой? Я не смотрю на себя в зеркало. Я всегда недоволен своей внешностью. Первую операцию Джексон сделал ещё в 1979 году. Это была ринопластика. Артист оправдывался, что сломал нос во время репетиции и поэтому лёг под нож. Раз сделал, два, восемь. Восемь пластических операций он сделал на носу. Он добился того, что у него нос стал похож, как у сифилитика. Он вроде есть, а его вроде нет. Кончик носа у него уже, он его не чувствовал, произошло умертвление ткани. Ещё в детстве жестокий отец Майкла Джексона смеялся над его крупным носом, пока не довёл сына до нервного тика. Певец постоянно тёр или закрывал нос ладонью. Я всегда стеснялся, стесняюсь и буду стесняться этого. Хуже не придумаешь. Помимо бесконечных операций на носу, певец увеличил скулы, сделал подтяжку лица, вставил имплант в подбородок. Хотя Джексон до последних дней отрицал изменения во внешности. Я изменился. Ведь раньше я был ребёнком. Конечно, я вырос и изменился. Я менялся. Я говорю вам правду. Недовольство собой привело к тому, что Джексона даже хоронили в закрытом гробу. Родственники опасались, что поклонники попросту не узнают их там. Но печальная история Джексона мало кого останавливает. Стилист Сергей Зверев сделал несколько операций, чтобы обрести тонкий вздёрнутый носик. Если Майкл Джексон на первом месте, то Сергей Зверев, по моим понятиям, он на втором месте. Вот где там вообще клейма ставить негде. Мне кажется, у него всё лицо собрано. Сергей Зверев – это, конечно, это Барби, кукла Барби. Но это не мужик. Всё-таки мужики должны быть мужской. Такой же фирменный нос, как у Майкла Джексона, появился в 90-е годы у жителя Астрахани Игоря Наджиева. Были даже заговорки такие, что Игорь Наджиев переплюнул Майкла Джексона, потому что у меня было 7 операций на нос, а у него было 6 операций на нос. Сам Наджиев уверяет, его операции вынуждены. Ещё в школе Игоря избили сверстники, и нос после перелома стал кривым и горбатым. Первую операцию Наджиев сделал в начале 90-х, но неудачно. Хирурги превратили нос в ужасный клюв. Человек, у которого есть психологические проблемы, он никогда не признается в истинном мотиве операций. Чаще всего мы слышим одни и те же истории. Это либо травма, полученная во время аварии, либо спортивная травма. По итогу почему-то мы получаем практически одинаковые носы. Когда Игорь стал артистом, то решил продолжить эксперименты с носом. В желании достигнуть совершенства, он тратил львиную долю заработков на операции. И вскоре стал очень отдалённо напоминать себя прежнего. Но и этому факту певец находит оправдание. Раз выхожу на сцену, значит, надо всё-таки выглядеть соответствующе. Надо, значит, чтобы лицо имело форму, ту, которая идеальна, чтобы свет, грим, всё. Вот отсюда, ну, что мы хотим. Красота требует жертв. Весь шоу-бизнес обсуждает преображение Филиппа Киркорова. Поклонники в шоке. 55-летний артист выглядит стройнее и моложе, чем в начале карьеры. Я уже не тот, который был год назад. Это уже факт. Да. Налицо. Налицо. Не выглядит абсолютно на свой возраст, на 56 лет. Я не знаю, мне кажется, лет 35 ему максимум, можно дать, ну, 40. Это вот прямо вот с натяжкой. Натяжка, по мнению специалистов, стоила королю эстрады не менее трёх миллионов рублей. Но Киркоров потратил такие деньги не зря. Ведь в последнее время артист сильно растолстел. Все в шоу-бизнесе знают, что Филипп – большой любитель вкусно поесть. Просто рай. Лучшие эклеры в мире. Я по 10 штук. Я знаю, что Филиппу очень они нравятся. Вспоминаю. Появился животик, немного появились бока. Филипп Киркоров перестал влезать в свои концертные наряды, которые стоят очень больших денег. Видимо, поэтому на концерте в Казахстане Киркоров даже вышел на сцену без штанов. Теперь страшно красивого Филиппа буквально не узнать. Плоский живот, точёные скулы, белые локоны и даже голубые глаза. Сам артист не скрывает, его цветущий вид – результат кропотливой работы специалистов. Мастеру нужна его муза, а я – твой музык. У него была выполнена потяжка лица. То есть ему удалили лишнюю кожу, сделали липосакцию шеи. Известный звёздный хирург Тимур Хайдаров не менее 8 часов потратил только на то, чтобы вернуть Киркорову стройность. То есть разбить эти жировые клетки и потом всё это забрать назад. Пупочек взяли, перетянули наверх, всю кожу перетянули вниз. Этот же мастер колдовал над новым бюстом певицы Славы. И лепил кубики на прессе блогера Давида Манукяна. И Любовь Успенская, Ирину Дубцову. У него очень много наших звёзд. Пару лет назад популярный блогер и певец Давид Манукян со скандалом расстался с Ольгой Бузовой. А после этого принялся фанатично улучшать свою внешность. Загадка, зачем в таком молодом возрасте себя преображать. 29-летний блогер уверяет, из-за стресса после расставания с Бузовой в его организме произошли гормональные изменения. И решить проблему можно было только серией операций. Дава избавился от второго подбородка и сделал липосакцию. По слухам, преображение обошлось Манукяну в полтора миллиона рублей. У Давы установлены виниры для того, чтобы получить красивую, шикарную улыбку. И вполне возможно, у него установлен имплант подбородок. Вдохновлённый преображениями Давы, Филипп Киркоров тоже теперь планирует обзавестись кубиками на прессе. Король Эстреда уже заявил, что в апреле, в день своего рождения, он предстанет перед поклонниками в совершенно новом образе. Страшно представить, что ещё задумал эпатажный артист. Вы готовы к потрясению моральному? Поклонники именно Филиппа Киркорова, они настолько его любят, я бы даже сказала, обожествляют, что что бы он себе ни сделал, даже если он себе нарастит рога, они не заметят этого. Филипп Киркоров – король эстрады. Он может позволить себе всё, что угодно, лишь бы пол не менял. Этого я не переживу. Но некоторые специалисты предостерегают, если Филипп не наладит рацион и не перестанет поедать сладкое, то скоро его страшно красивые кубики превратятся обратно в пузико, и результат будет ещё печальнее, чем раньше. Если продолжать питаться неправильно, то эти кубики превратятся в шарики, в пузырики, наполненные жиром. Именно так произошло с прессом певца Прохора Шаляпина. Несколько лет назад артист в погоне за красотой сделал себе модную процедуру – криолиполис. Жировые клетки на отдельных частях тела максимально охлаждают, и они разрушаются. Но процедура прошла неудачно. Вместо того, чтобы уменьшиться жировым клеткам, они пошли увеличиваться. Я очень жалею об этом криолиполисе. Может быть, неправильно включили аппарат. А может, всё потому, что кто-то слишком много ест. Прохор не скрывает своей любви к мучному и сладкому. Говорит, это последствия пережитого в детстве стресса. Андрей Захаренков – это настоящее имя Шаляпина. Родился в Волгограде. Его отец потерял рассудок на почве алкоголизма, бил жену и сына. Маленький Андрей мечтал поскорее вырасти и стать артистом. Когда я приехал в Москву в 15 лет, вышел на сцену «Утренней звезды», для меня, конечно, это был огромный толчок. То есть у меня началась звёздная болезнь. Я тянулся всегда куда-то вот так вот носом наверх, понимаете? Но где-то далеко нереальный сон. Вскоре парень придумал легенду, что он правнук знаменитого Шаляпина. Тем более, что носы у них были очень похожи – картошкой. Правда, обман быстро раскрыли. А Прохор решил, что с таким носом карьеры не сделать. Я твёрдо решил, что я должен уменьшить свой нос, должен сделать ринопластику. В 23 года я сделал первую, можно сказать, классическую операцию под общим наркозом. Прохор быстро понял – красота – страшная сила. А кукольная внешность и белозубая улыбка сводят с ума не продюсеров, но богатых женщин в пенсионном возрасте. Зная Прохора Шаляпина, он и шага лишнего не сделает, если не будет какая-то материальная поддержка, материальное подкрепление его, его всех этих действий, его так называемых придумок. Шаляпин стал зарабатывать на публичных романах. Сначала с пожилой миллионершей Аллой Пеняевой, потом с риэлтором Ларисой Копёнкиной, которая почти на 30 лет его старше. На деньги богатых женщин Прохор продолжал улучшать внешность. Я ставил нити в лицо. Это был такой эксперимент, чтобы лицо не проваливалось, эти брыли не появлялись. Ботокс впервые в жизни вколол недавно, можно сказать, в лоб, чтобы здесь не было вот этой морщины. Если рассмотреть психотип Прохора Шаляпина и внимательно за ним понаблюдать, то там заметен синдром Дериана Грея. О чём это? Это о том, когда мы патологически боимся старости. Совсем недавно Шаляпин женился на 42-летней бизнес-вумен из Канады Татьяне Дэвис. Богатая дама оплатила пышную свадьбу в Лас-Вегасе. Я сейчас выразил тебя... Хасан Эм Вайт. Но в разгар медового месяца Дэвис заболела коронавирусом и вскоре скончалась. Поклонники заподозрили Прохора в женитьбе из-за наследства. Однако Шаляпин остался с носом, который, кстати, певец хочет снова немного поправить. Ведь нет предела совершенству. Я узнал, что нос и уши хрящевые растут всю жизнь, увеличиваются у человека. Поэтому, к сожалению, наверное, может, с возрастом ещё придётся раз резонуться. Певцу Стасу Михайлову уже исполнилось 53 года, но выглядит артист лет на 10 моложе. И с каждым годом всё хорошеет. Он же любимец женщин. Он же разрыватель сердец и всего остального. Поэтому ему надо соответствовать. К юбилею Михайлов похудел почти на 20 килограммов. Он полностью отказался от алкоголя, исключил из рациона выпечку и жирную пищу. Начал заниматься в спортзале. У него изменилась форма бороды, у него изменилась прическа, у него немножко изменились очертания средней зоны лица. Это можно достигнуть с помощью эндоскопического лифтинга. Давай делить на части каждый день и лепом рукам. Такую операцию делают через небольшие разрезы. Не более двух сантиметров. Хирург удаляет часть мимических мышц и фиксирует ткани титановыми скобами. Стас Михайлов пришел на концерт, увидел за кулисами Филиппа Киркорова, Сергея Зверева. Такие ходят чудо-куклы и думают, о, и мне надо. Ну и пошел. Но певец отрицает факт обращения к хирургам, а также то, что ему пересадили волосы. Стасёж, ты парик одел? Пресса пишет, что ходишь в кепке, потому что у тебя голова лысая. Для глупых, недоверчивых людей. Ну какой парик? Просто смотри. У нас стали похожие артисты друг на друга. Вот Стас Михайлов на Маликова, Киркоров на Буланова. Все вместе они похожи на Бабкину. И Бабкина похожа тоже на кого-то. И, в общем, короче говоря, полный какой-то дурдом получается. Отрицает пластические операции и другой известный певец, бывший солист группы «Нана» Владимир Лёвкин. Под нож не ложился. Были какие-то уколы красоты, но они какие-то неболезненные. И так чух-чух, и всё. В середине 90-х не было ни одной женщины в стране, которая не знала бы этого сексуального блондина из группы «Нана». Но Владимир Лёвкин сначала огорчил поклонников тем, что ушёл из группы, а потом и вовсе исчез со сцены. С начала 2000-х певец боролся с раком лимфатической системы. У него обнаружили уже на позднем сроке, на четвёртой стадии, онкологию. Полтора года в больницах, шесть химиотерапий. Он вытерпел операцию по пересадке костного мозга. Это очень сложная операция, и после этой операции очень долго восстанавливаются люди. А ведь певец был, по сути, в расцвете молодости и красоты. Когда Владимир Лёвкин победил болезнь, ему пришлось фактически заново строить свою карьеру. В 2012-м артист женился в четвёртый раз. Супруге Марине, поклоннице группы «Нана», было 29, а самому Лёвкину – 44 года. Знаете, когда мы соединились в пару, на самом деле она ещё совсем молодая была, и по большому счёту у меня не было той проблемы, что мне казалось, что я глубокий старик. Практически любой мужик, пацан, парень, он всё равно внутри себя – это юноша, он с обзором горящим, которому нужно кого-то завоёвывать, поражать. После тяжёлых испытаний Лёвкин быстро постарел, поэтому поражать было нечем. В 2021 году певец задумался над тем, как вернуть себе прежний цветущий вид. Сам Лёвкин уверяет, что эффект омоложения достиг при помощи массажей и уколов красоты. Всё из-за чего-то. Сейчас вот менеджер спрашивает, что такое эстетическая медицина, и я говорю, вот видите, не эстетическая медицина, а вот так, раз, и эстетическая медицина. У каждого есть какие-то свои возможности чуть более скрыть. Но что скрывает Лёвкин под шарфиком, который с недавних пор стал постоянным атрибутом его гардероба? Опытный хирург уверяет, без пластики тут не обошлось. И увидеть это можно по изменившейся форме ушей артиста. У Владимира Лёвкина была выполнена потяжка лица, потому что на некоторых фотографиях можно заподозрить искажение козелка. Искажение козелка является стигмой, так называемой, потяжки лица. Плюс то, что он сейчас в последнее время носит шарф, может свидетельствовать о том, что на шее есть следы от операции. Причём проведена она была, скорее всего, не очень удачно. Хотя артист и выложил за процедуру не менее 100 тысяч рублей. Позже неудачную операцию Лёвкин попытался исправить уколами ботокса. Сейчас 55-летний артист относится к этим неудачам философски. Лично моё отношение к жизни. Проснулся утром – уже счастье. Понимаете, вот ты проснулся утром, подойди к зеркалу, начни сам себе улыбаться. Улыбайся до того момента, пока ты сам себе не понравишься. Артист, музыкант, бизнесмен и бывший депутат Московской городской думы Андрей Ковалёв всегда обладал довольно заурядной внешностью, зато внушительным состоянием. Это подлинные рыцари 15-16 века. От десятков тысяч до сотен тысяч евро. В огромной квартире Андрея Ковалёва антиквариат и музейные ценности на несколько миллионов долларов. Здесь наполеоновский ампир, вот там барокко, там рококо, здесь классицизм, здесь арт-нуво, это всё перемешано. Недавно 65-летний артист и миллионер ещё приобрёл старинную усадьбу Гребнева за 80 миллионов рублей. Мою жену, которая младше его почти на 40 лет. И новую, брутальную внешность. При этом артист-миллионер отрицает любые вмешательства. Я никаких подтяжек не делал никогда. Ни стилистов, ни косметологов. Вот если обратите внимание, как я одет. Кофточка там, вот эта подороже, потому что это мне моя жена подарила, да. Джинсы там купил в самом недорогом магазине, вот ботинки, которые я ношу там 10 лет. Но опытных хирургов не обманешь. В 65 лет мужчина не может просто так расцвести и посвежать. Как минимум, он делал блефропластику в верхний век, нижний век. И, я думаю, была придана контурная пластика в области скол. Там, может, подсадка волос какая-то была. Сам Ковалев говорит, что шикарной бородой обзавелся во время пандемии, когда просто было лень бриться. Обычно она была, ну, двухнедельная щетина, да. А тут за месяц что-то такое отросло. Я так посмотрел, вроде ничего. И оставил. По мужчинам, как правило, выполняются короткорубцовые подтяжки лица, для того, чтобы шов скрыть ухо. Поэтому еще, кстати, он носит бороду и очень часто появляются в очках. Очки оправы очень хорошо маскируют границу между веком и щекой. Борода очень хорошо маскируют контуры нижней челюсти. По мнению врачей, преображение могло обойтись Ковалеву во внушительную сумму от полумиллиона рублей. Но для красоты ничего не жалко. А вот юморист Александр Морозов пластические операции не скрывает, а наоборот, гордится. Долгие годы артист ненавидел собственное отражение в зеркале. В расцвет популярности он весил не менее 140 килограммов. Я пчелка жужжу-жужу, без шуток не хожу. Какая нормальная баба с такой свиньей ляжет в постель? Серьезно. И это послужило мощным мотиватором, конечно. Когда маленький кругленький Морозов выходил на сцену, публика покатывалась со смеху. Вот такой я был. Нормально? То есть, ну, реально, два меня можно завернуть. Мужа не зови бараном, не кричи, что он козел. Ну, пришел с работы пьяный, но ведь все-таки пришел. Александр зарабатывал деньги на своем уродстве. Но публика и не догадывалась, что после выступлений артист просто падает от усталости. Давали знать о себе лишний вес и диабет. У меня диабет был второго типа. У меня гипертония, у меня апноэ было жутко. Ну, в общем, я был человек-развалюха. Реально. И утро начиналось и мысли, ну, господи, еще один день. Когда же все закончится? Морозов решился на операцию по ушиванию желудка, после которой сбросил почти 70 килограммов за два с половиной года. Но возникла новая проблема. Лишняя кожа буквально висела на похудевшем артисте. Вот этот, как его называют, фартук, да, он меня отвез просто до колен. Это совсем не эстетично. У меня подбородок второй стал пустым и стал как у индюка болтаться. В общем, вот это все пришлось удалять. Все эти процедуры обошлись Морозову по цене двух хороших автомобилей. Период восстановления был очень болезненным. Но 49-летний артист не останавливается на достигнутом. Впереди еще несколько операций. Мне сделали круговую подтяжку лица. Будут делать носогубные складки и блефаропластик, верхняя и нижняя. Сейчас многие, наверное, подумают, ну, он совсем уже с ума сошел на своей красоте. Да нифига, это только для работы, для кадра. Чтобы в кадре быть нормальным актером, они... Кстати, из-за смены образа Морозову пришлось сменить и амплуа. Сейчас артист ищет себя в новых ролях. Что же мне с вами делать? Это все, что хочет! Сейчас я не вижу его на каких-то концертах, вот таких больших, на телевидении. После того, как Морозов похудел, он перестал быть артистом. Но Александр не опускает руки и пробует силы в кино и в драматических спектаклях. Единственная проблема из-за похудения. Мне долго сидеть на твердом стало больно. Жопа болит. 45-летний актер Павел Деревянко избавился от глубоких морщин на лбу с помощью инъекций ботокса. А чтобы остановить процесс облысения, актер сделал мезотерапию. Это специальные уколы в кожу головы. Правда, процесс довольно болезненный, признался Деревянко. Но красота требует жарки. 60-летний Григорий Лепс уже трижды делал пересадку волос. Артист начал лысеть после 40 и с тех пор пытается бороться с проплешинами. Часто поклонники наблюдают скальп Лепса с полосками пересаженных волос. И такие операции, они начинаются от полумиллиона и выше здесь, в Москве. По России можно найти от 200 тысяч и выше. Косметологи не расколдовали и над лицом Григория. Чтобы освежить облик. Но образ жизни певца, алкоголь, драки и одиозные выходки красоты ему не добавляют. Некоторые знаменитости идут на все, чтобы удержать былую славу. И готовы тратить бешеные деньги на собственную внешность. Певец Юлиан прославился в начале 90-х, когда спел русский вальс. Песня настолько полюбилась зрителям, что Юлиану доверили исполнить ее в Георгиевском зале Кремля перед президентом России Борисом Ельциным и королевой Великобритании. Но дальше карьера не задалась. В моде уже были молодые и бодрые мальчики из Нана и Ласкового Мая. Тогда Юлиан попробовал пиариться на громких именах. Певца назначали внебрачным сыном мужа Пахмутова и Добронравова, внебрачным сыном Ельцина, возлюбленным Людмилой Зыкиной и Ноной Мурдюковой. Я думаю, что у нас будет к лету помолвка. Да, мы решили. Это серьезно? Сейчас Юлиану уже почти 50. Годы берут свое. Но публика хочет видеть прежнего стройного синеглазого юнца. И недавно именно такой Юлиан появился на сцене рядом с еще одной одинокой пожилой артисткой. Роксаной Бабаян. Как ты мне нравишься? Где мои клавиши? Правда, любые вмешательства в свою внешность Юлиан отрицает. Красота и вечная молодость достались от предков, уверяет артист. Я абсолютно, я очень ленивый человек. Вот всякие там, даже крема какие-то лишний раз наносить на себя тоже очень лень. Певец все же признался, что делал уколы ботокса. Но только пару раз, не больше. Между тем опытный хирург считает, что Юлиан скрывает правду. Рассматривая старые фотографии Юлиана и то, как он выглядит сейчас, можно увидеть, что он очень сильно посвежел. Опять же, если мы видим, что человек посвежел, это свидетельство того, что у него выполнена подтяжка лица. Как минимум, мы подтягивали шею, нижнюю треть лица. Скорее всего, было сделано с этими с бровями, когда поднимают их и так далее. Ну, то есть видно было, что все-таки лицо-то ему преобразили полностью. Ходят слухи, что Юлиан обращался к тем же специалистам, которые еще в 90-х делали круговую подтяжку лица его подруге Нонне Мурдюковой. Прекрасно сделали ей пластическую операцию. Круговую. В те годы еще тогда. Институт красоты. Когда-то я даже к ним тоже обращался. Что-то просто... Там какие-то массажи, что-то такое. При этом Юлиан активно осуждает тех артистов, кто решился на пластическую операцию. Я не очень понимаю эти веяния, потому что я считаю, что стареть надо достойно. И иногда артисты перебарщивают с всякими разными процедурами и становятся похожи друг на друга. Он как кот, который нашкодил, а потом говорит, это не я. Так же и здесь. Он утверждает, что он не делал пластической операции. Делал. Я уверен в этом делал. Пусть подают в суд. Пойдем к врачам. Все шрамы проверим. Рыжий из Иванушек признается, внешность всегда была его главным козырем. Ведь солист, популярный в 90-х группы, совсем не умеет петь. Я пей тупа, дорогой тупа. У лица пейду, я обязательно тебя найду. Я хореограф. Ребята научил на сцене вообще жить, микрофоном пользоваться. Когда-то молодого сочинского хореографа заметил Игорь Матвиенко и пригласил на работу в Москву. Он как раз задумал создавать бойсбенд. Аполлонов и не предполагал, какая громкая слава ждет его впереди. Но сейчас Рыжий из Иванушек переживает явно не лучшие времена. Громкий развод, уход жены к любовнику, загулы, признание в распутных связях, крах карьеры и отсутствие новых хитов. Он стал заложником своего образа, вот того из 90-х. А осознание своего возраста, это, конечно, толкает на какие-то внешние преобразования. Это может приводить к неким зависимостям. Достаточно разрушительно влиять на психику и человека в целом. Андрей признается, что несколько лет назад сделал себе липосакцию, операцию по удалению жира с живота. Все ради того, чтобы удержать жену. Ведь пошли слухи, что красавица Мария изменяет своему мужу. Однажды его кто-то сфоткал, по-моему, выпившего. Он увидел себя со стороны, свое лицо, живот, сиськи на животе. И понял, что надо что-то с этим делать. Пошел к врачу, ему сделали живот, натяжку лица. Стал похож на мальчика-отдувальчика с ноги. Но это не помогло. Мария все же развелась с артистом. И причиной стали его многочисленные измены и пьяные загулы. Теперь Григорьев Аполлонов решил начать жизнь заново. Забавная история была. Я общаюсь с какой-то девушкой молодой. Она такая, а сколько тебе лет? Я говорю, да какая разница? Я говорю, он душой молодой. Она говорит, ну ладно, все равно загуглю, посмотрю. Я говорю, ну блин, такой, ну 50 лет. Она такая сидит, замолчала, такая. Полвека. Григорьев Аполлонов делает вид, что не обращает внимания на возраст и не реагирует на критику своей внешности. И уверяет, что до сих пор нравится себе в зеркале. Наверное, что-нибудь сделаю какую-нибудь там подтяжку круговую, еще что-нибудь. Но сейчас в мыслях этого нет. Хотя моя бывшая жена говорит, надо уже делать. Я говорю, нет, не хочу. Между тем, пластические хирурги считают, что без вмешательства во внешность артиста явно не обошлось. Ведь недавно обрюзгший и постаревший Аполлонов вдруг появился на публике с лицом натянутым, как яблоко. По мнению экспертов, Андрей сделал подтяжку лба, пластику век и подбородка. Заметьте, то он такой мальчик-одувальчик где-то на мероприятии. Думаешь, блин, он это или не он? Потом раз, через месяц уже такая ходит тетя Жаба. И не поймешь, что это. В закон жизни появляются новые звезды, новые лица, новая молодая кровь с энергией, с красотой и обаянием. И вот чтобы не поблекнуть на их фоне, чтобы постоянно напоминать аудитории, что сколько бы поколений после меня не появлялось, пока я жив, я буду номер один. Правда, зачастую это остается только иллюзией. Стареющие знаменитые мужчины идут на любые меры, лишь бы удержаться на плаву и не растерять остатки красоты. Несчадно режут животы, перекраивают лицо и пересаживают волосы. Но главным мерилом популярности все-таки остается талант.